Всех, кто волей судьбы побывал в Афганистане, вспоминают 15 февраля. Именно в этот день были выведены последние военные части Советской Армии из сопредельного государства. На торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, побывали наши корреспонденты. В день годовщины вывода советских войск из Афганистана в городском Доме культуры собрались участники локальных войн, представители общественных организаций, школьники и студенты, чтобы вспомнить всех павших в афганской войне. Сейчас, спустя годы, можно слышать разные неоднозначные оценки тех событий. Но главное, что мы понимаем и помним, все, кто прошел через эту войну, с честью выполнили свой воинский и гражданский долг. Домой вернулись не все. Поэтому для нас 15 февраля не только день окончания афганской войны, но и день скорби. Афган – это слово еще долго будет тревожить память возвратившимся с необъявленной войны. Мы воюем за счастье братского, афганского народа. Под таким девизом 18-летние советские необстрелянные мальчишки гибли в незнакомых горах. Службу в Афганистане – те, кто прошел огонь войны – называют святыми годами своей жизни. Ко многому в горном крае пришлось привыкать, вспоминает Иван Бажанов. Я попал в Афганистан в 88-м году и был там до вывода. Служил я в отдельной боевой вертолетной эскадриле. Потерей у нас было, не было. Ни один экипаж у нас не погиб. А так вообще-то в Афганистане погибло 330 экипажей вертолетчиков, которые были сбиты, убиты. Ни одного сражения не было проиграно. Было проведено более 1200 операций нашими командованием. Все мы с честью выполнили. Музыкальный подарок собравшимся преподнес вокально-инструментальный ансамбль «Кавказ», в исполнении которого прозвучали полюбившиеся военные и эстрадные композиции. Многие участники ансамбля не понаслышке знают о сложностях военной службы в горячих точках. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода в вас сияет, заставляя унисон звучать сердца. 15 тысяч убитых, около 50 тысяч раненых и искалеченных. 174 славянца служили в Афганистане. Среди тысяч погибших на чужбине есть и наши земляки. В этот памятный день право первыми возложить венки и цветы к мемориалу упавших воинов предоставили юным кадетам из школы номер 16 имени Героя России – гвардии майора Сергея Таранца. За ними в парк «40 лет победы» к стелле с именами героев возложили цветы все участники мероприятия. Память о совсем юных мальчишках, которые полегли на каменистой афганской земле, будет вечной. Сегодня в зале присутствуют родители и жены погибших в Афганистане. Мы выражаем вам искреннее сочувствие и склоняем голову. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».